Ну что, обсудим три вопроса. Первый, в чем причина нынешнего кризиса? Второй, какие уроки извлекло общество за последние 10 лет с этими бурными политическими событиями? И третий, какой мы видим выход из сложившейся ситуации? Ну, я думаю, налицо системный кризис, который назревал как хороший фуромку и, в конце концов, лопнул. И этот системный кризис, он назревал, наверное, лет 15 последние. Все-таки система управления в стране давно не отвечала тем потребностям общества и самого государства, которые есть. Она оказалась неповоротливой, она оказалась лишь благосклонной к той части абхазских граждан, которые исключительно находились у власти. То есть это был своего рода бизнес и бизнес такой безотказный. Бизнес-проект. Да, бизнес-проект, где ты все время выигрывал этот счастливый лотерейный билет. И, естественно, это обязательно привело бы к кризису. Просто само общество, бхазское общество, оно, кстати говоря, достаточно спокойное, терпеливое. И, наверное, просто раз в 10 лет так получалось, чтобы все время у нас происходили какие-то бунты. С другой стороны, конечно же, здесь еще есть другой фактор. Тот же Александр Анклаб, он там 2,5 года назад, когда приходил в классе, люди, которые в основном за него голосовали, они голосовали из-за того, что он такой красивый, симпатичный и хороший прорак. Все голосовали из-за других каких-то вещей. Всем казалось, что вот он должен, именно этот человек, в конце концов, может навести хотя бы какой-то элементарный порядок в стране, начать бороться с коррупцией, начать проводить какие-то реформы в социальной сфере, в вопросах образования, управления и так далее. Тем более, что 10 лет назад, в 2004 году, он очень много говорил, очень много говорил правильных вещей. Кстати говоря, нынешняя оппозиция ничего придумывать не надо было. Она достала просто вот этот талмуд умных вещей, которые произносились Александром Золоцинсковичем 10 лет назад и сейчас выложили. И вот эти претензии, они, собственно говоря, вот эта программа действий, как раз очень даже ходовая, потому что ни один из этих пунктов так до сих пор не было реализовано. Это как наследство, которое передается от одной оппозиции к другой. И с другой стороны, конечно же, этого всего можно было избежать или хотя бы как-то оттянуть, если бы президент понимал бы, четко понимал, ощущал бы существующие умонастроения в стране. У него вот этой картины абсолютно не было. Ему казалось, что раз он там по понедельникам по 100 человек в день принимает, то он как бы знает, о чем думает крестьяник. Ничего подобного. Крестьяник, который за 5 тысяч приходит к нему из-за нужды, он готов был не только урту спеть, но и джигу станцевать. И от этого представления Александра Золотинсковича о том, что же происходит в стране, но у него этого не было. В итоге можно было кучу всяких сделать вещей, чтобы избежать этого кризиса. В конце концов, в апреле парламент принял это совместное соглашение, компромиссное соглашение, за которое проголосовали все депутаты, в том числе и депутаты, которых он в свое время провел в парламент. И один из пунктов говорил о подставке гид прокурора, глав трех администраций, но почему-то ему показалось, что можно и на это наплевать и игнорировать. И в итоге вот этот кризис, это в принципе отсутствие доверия. И в реальности, в какой-то мере оппозиция права, когда говорит, что он недоговороспособный. Нельзя все-таки играть вот таким образом. Если люди о чем-то договариваются, то надо, наверное, как-то исполнять. К сожалению, вот куча вот этих всех проблем нерешенных, они вот вылились в то, что произошло. Спасибо. Действительно, причины этого кризиса, я согласен с инвалом полностью, они системы порядка. И, в общем-то, сейчас мы говорим о нынешнем президенте, но у нас и до этого президента, в принципе, сама система, она уже давно дает сбои. И о коррупции мы тоже заговорили не с 2011 года, и до 2004 говорилось об этом, и после. То есть все после военного времени мы говорим. Проблема, мне кажется, тоже в том, что сама конфигурация политическая, она, в общем-то, не предполагает изначально, даже если он не принимал бы эти 100 человек или принимал бы, она не предполагает, в принципе, для любого человека, занявшего под президентом в нашей стране, возможность иметь объективную картину. Потому что это практически абсолютная власть, это всегда определенные вещи, которым тот или иной президент, который у нас, да, вот три президента, приходил в итоге все равно к какому-то определенному набору вещей, которые мешают эффективно управлять страной. Когда все завязано на одного человека, то есть разные вариации были, сейчас просто в силу, может быть, личностных каких-то вещей, сейчас намного все это более, так скажем, печально выглядит. Но, в принципе, проблема в том, что человек должен играть вот эту роль хозяина горы, роль вообще хозяина страны, который за все везде отвечает. И такая ответственность, да, такая полнота власти абсолютно, она, конечно, играет вот злую шутку, поэтому, мне кажется, в этом есть определенная причина, в том, что у нас неполноценный суд сегодня, неполноценный парламент у нас, и при этом настолько тяжеловесный, настолько во все сферы проникающий президент, глава исполнительной власти. То есть президента слишком много? Президента, я бы сказал президента, но, в общем-то, можно сказать царя, потому что в нашей Конституции, в принципе, прописан царь. Это не вопрос каких-то личных нападок на кого-то. У нас три президента были, и Конституция, когда писалась, многие уже об этом говорят, и давно говорят, что у нас это была Конституция переходного периода, Конституция послевоенного времени тяжелого, мы все помним, какие были жесткие условия выживания, но уже давно мы этот период прошли, и нам нужна более стабильная, более спокойная Конституция, которая уведет нас от этих крайностей. Соглашаясь со своими коллегами в том, что это системный кризис, я бы добавила такую вещь, что даже в этих условиях, если бы наши президенты были знакомы с современной формулой власти, которая успешно используется во многих развитых государствах, то до этого подъела не дошло. Современная формула власти предполагает, что власть все время опрашивает свое общество, своих граждан, чем вы довольны, чем вы недовольны. Проводится система опросов, какие-то мелкие или большие референдумы, и когда видно, что значительная часть общества чем-то недовольна, власть начинает с ней советоваться и принимается общее решение. Это, кстати, очень удобно для самой власти, потому что тогда часть ответственности перекладывается на общество. Если решение оказывается неправильным, тогда власть может быть, мы же вместе это принимали. То есть, извините, вопрос не к нам, вопрос к вам. То есть, это удобная формула, которая призывает к ответственности не только власти, но и общества перед принятием каждого решения. Если бы, предположим, Александр Анкланд обладал способностью к переговорам, нынешней ситуации бы просто не было. То есть, если утрировать ситуацию, то она просто высосана из пальца. Не было бы всего этого противостояния, если бы, предположим, с той же оппозицией, которая очень настойчиво уже начала действовать, было бы просто обсуждение. Причем, очень опытные правители делают так. Ну, ребята, вы хотите порулить? Ну, давайте, двое-трое из вас, давайте, входим в состав коалиционного правительства, рулите их. Часто бывает, кстати, что через полгода выясняется, что те, кто рвались, ничуть не лучше действуют, чем предыдущие, а иногда даже хуже. Но происходит ротация власти, и общество видит, что да, власть подвижная, гибкая, и она позволяет нам как-то влиять на себя. Вот если бы этот хотя бы простенький механизм был отработан, не было бы нынешней ситуации. Здесь, надеюсь, скажу только, что в этой формуле все зависит от доброй воли. Согласна, да. Я и сказала, что в этой, даже в этой системе можно было быть. Ну да, то есть это такой просвещенный монарх должен быть, который скажет, да, ребята, я вам позволю это, не позволю того. Все же хочется надеяться, что мы сожрели, да. Системные изменения безусловно нужны. Вот раз ты сказал, что мы сожрели, да. Это было благо вот с парского плеча, чтобы это было дано уже самой системой возможность влияния. К сожалению, вот эта просвещенная монархия, о которой вы говорите, она подпитывается обычно высоким уровнем образования элиты. К сожалению, наша элита, или то, которую сделали элиты, она достаточно малообразованная. Может быть, имеет кучу всяких дипломов, званий, орденов и так далее. Но тем не менее, мы этот уровень спустили к этому. Мы спустили вот на этот базарный уровень, там, я не знаю, образец которого, вот этот Буддаутский актив, где может там выступить и как бы, там, как Шариков очень точно, как бы, сформулировать, что такое, да, там, государство, да, в двух словах взять и поделить, или что вы хотите, там, и все нормально оставьте, он дороги построил, там школы построил. Вот тебе и государство. К сожалению, мы вот за последний год, вот в этой сутолке, в этой борьбе, мы забыли вообще, что у нас есть, собственно говоря, и образованные люди. Мы не вывели этот разговор, действительно, реальный разговор о государственных проблемах, когда могли бы, у нас достаточно очень много умных людей, но они вот в такой среде, в такой навязанной, навязанном сценарии, они вот когда на обочине сидят и стихомолку курят, покуривают, да. Нам нужно вот вывести все-таки разговор, на разговор или успокоить эти массы и реально, как бы, задаться вопросом, как же будет дальше жить это государство. Так, давайте теперь плавно перейдем ко второму вопросу, вот усвоил и наше общество. И еще я добавлю к тому, что я сказала, что вот эта современная формула власти очень близка к традиционной абхазской формуле власти, когда правители советовались с народом. То есть тут, можно сказать, почти идеально все совпадает. Вот на этой основе давайте обсудим второй вопрос. Значит, 10 лет прошло после жесткого противостояния на грани гражданской войны, которая была в 2004 году в конце. Вот что за эти 10 лет мы усвоили, какие уроки, есть ли признаки того, что мы стали более цивилизованные вот в этом конституционном поле? По перестрацию я, может быть, пару слов для начала скажу. Это, по этой теме, когда был известный вильтинг, сход, который потом вылился в напряжение, и дальше речь пошла уже о том, что... Ты имеешь в виду позавчера? Ну, я уже, честно говоря, такое ощущение, что неделя, так это вспрессовалось все, что ощущение, что не позавчера. Вот, честно сказать, я немножко удивился этому всему. Кажется, что неделя уже прошла. Ну, и этот парень, который подошел, он в 2004 году, я его также видел, вот, когда он шел к этому зданию, когда тоже, понимаешь, значит, произошли известные события, аналогичные. И он говорит, знаешь, когда тогда вот это все происходило, говорит, и я потом, когда вот здесь уже, значит, стоял, и одному из известных, знаете, я сказал, который сегодня тоже в позиции, кстати, вот оказался, а в свое время поддерживал Александра. Он сказал, а не будем мы лет через 10 здесь в таком же качестве стоять. И говорит, вот сейчас смотрю, ну, я, потому что я у него спросил, ну, как ощущение? Короче, страшное движение. И да, и он говорил, и вот вам, пожалуйста, да. И это, как бы, мне кажется, такая хорошая иллюстрация для того, чему мы научились, потому что мы столько лет, да, вот Инна уже вспоминал о том, что, скажем, нынешние руководители страны, она, правда, и Лакербаев, но, в общем-то, не только они, это была Айтайра, да, реальная политическая сила, партия, в которую входило много разных людей, и они там вот эти вещи озвучивают, да, и внешние оппозиции, в общем-то, ничего придумать не нужно, по большому счету. Вот. Вот, но проблема в том, что все это так и осталось вот таким бесконечным блабло-шоу, потому что ничего, вот мы говорим, 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 я уже, как бы, понимаете, то есть, с одной стороны, я вот, как гражданин понимаю, что другого выхода у нас, кроме как эту систему, менять нет, но с другой стороны, когда уже возникает еще какой-то круглый стол, куда тебя приглашают и говорят, что это будет тема по политической реформе, да, по реформе политической системы, я уже думаю, ну, мне неинтересно уже туда ходить, потому что, ну, мы уже все, что могли, проговорили, понимаете, то есть вопрос в том, что это нужно взять и сделать, вопрос нашей боли, и мне кажется, вот сейчас, возможно, да, ну, как всякий кризис, который там, с одной стороны, создает проблемы, с другой стороны, открывается некое окно возможностей, да, связанное с тем, что вот что-то меняется, то есть, как бы эта ситуация сегодняшняя нас не напрягала, но она также открывает для нашей страны, для нашей политической элиты, возможно, там, не знаю, открывает возможность для того, чтобы что-то менять. Ну, так какие-то уроки мы усвоили или нет? Я думаю, что очень туго мы усвоим эти уроки, и здесь, я бы сказал, что общество идет в этом смысле дальше наших политиков, причем и во власти, и в оппозиции. Нашим политикам во власти и оппозиции, мне кажется, им нужно соответствовать тем чаяниям, тем запросам социальным, которые есть в обществе. Эти запросы, я уверен, есть, потому что люди, например, ездят там по разным странам, они имеют возможность сравнивать, как разные модели работают, и они хотят для себя лучшей жизни, более эффективной власти, да, более прозрачной власти, менее коррумпированной, ну и так далее. Ну, я бы добавила, что за эти десять лет мы все-таки кое-чему научились. Конечно. Это выборная система. Да. То есть, так как у нас отлажены выборы, вот сам процесс выборов, я каждый, значит, выборный процесс как наблюдатель от Лиги избирателей, я хочу сказать, что за десять лет очень выросло. Я думаю, что многие из постсоветских стран могли бы тут у нас кое-чему поучиться, и не зря, когда приезжают наблюдатели, они каждый раз приятно удивляются этому. То есть, хотя бы в этом отношении мы что-то, чего-то уже достигли. И это все-таки признак того, что общество учится, что оно способно осваивать какой-то политический опыт, именно на этом, вот я возлагаю на этом основании надежды, что мы способны и дальше учиться. А ты что думаешь? Ну, к сожалению, мы очень медленно чему-то учимся, и наша жизнь как раз заканчивалась от выборов до выборов. Бросить бюллетень в избирательную орну мы посчитали, что дело сделано и умывали руки в реальности. И, кстати говоря, самой власти, которую мы отдавали свои голоса, это было очень даже комфортно от такой ситуации. Вот вы нам не мешайте только, не путайтесь под ногами, а мы вас там сделаем счастливыми. В итоге на всех не хватало, оставалось только на себя любимым. Нам все-таки нужно жить не от выборов к выборам, нам нужно жить каждый день. Это государство нужно строить каждый день. Как утром ты встаешь, там каждое утро должен чистить зубы, позавтракать, там одеть свежую рубашку и так далее. Это вот государство это такой же ежедневный труд. Не от выборов до выборов. И, к сожалению, если бы мы именно непосредственно, даже в первую очередь те люди, которые голосовали за Александра Золотинского, они должны были, собственно говоря, его держать в таком тонусе. Мы тебя, в конце концов, выбирали за другое. И не надо было все время пенять оппозицию. Оппозиция может быть какой угодно. Оппозиция, изначально не обладая рычагами власти, она, как институт такой, может быть безответственным. Он может быть априори безответственным институтом. Но власть так или иначе это ответственный орган. Орган, который принимает решения. И, в конце концов, 10 лет этой оппозиции нет у власти. Что же на нее пенять-то? И поэтому, собственно говоря, нужно было требовать от президента сделать то, чего он, собственно говоря, обещал. Вот если бы хотя бы какое-то продвижение в этом было бы, то не было бы этого конфликта. Здесь ответственность в реальности, к сожалению, не только самого Александра Золотинского, но и людей, которые, собственно говоря, доверили ему свой голос. К сожалению, в основном мы мало чему в этом научились. Мы, да, рефлексивно научились правильно кидать в урны, сделали их прозрачными, научились правильно считать. Но в реальности ничего остального мы так и не научились правильно делать. Последний и самый сложный вопрос. Каким может быть выход из этой сложившейся и достаточно напряженной ситуации? Давайте я в этот раз начну. Мне кажется, что такие вот жесткие позиции обеих сторон, президента и оппозиции, в общем, можно было бы смягчить, согласившись на один из двух услышанных мною вчера вариантов. Значит, в общественном поле звучали два предложения. Значит, что можно позволить, оппозиция может согласиться на временное возвращение президента в кресле, если он подпишет указ о проведении референдума, тема которого бы звучала так. Доверяю ли я нынешнему президенту Абхазии? То есть референдум показал бы, какое действительно реальное количество граждан его поддерживает. Или второе предложение, немножко более радикальное, что президент возвращается, подписав указ о назначении там через 2-3 месяца выборов, в которых сам он тоже может принять полноценное участие. Вот мне кажется, это может быть несколько смело, но это соответствует ситуации, потому что если обе стороны будут упираться рогом, мы никуда дальше не двинемся и можем дойти до того острого противостояния, которое было 10 лет назад. Так, Калибич, что Вы думаете? Ну, я думаю, что, в принципе, это один из возможных выходов. Второй вариант, мне кажется, более реалистичный, потому что проводить отдельный референдум для того, чтобы я услышал, это, по-моему, Виталий там, на митинге озвучил. Мне кажется, вот второй вариант, он более логичный тогда, если уж таким путем идти, более конструктивный. Там возникает вопрос, опять же, Гальского района, который на сегодняшний день не урегулирован. И совершенно очевидно, что пока он не будет урегулирован, это такая бомба заметного действия, которая после выборов может взорваться. И другой момент, это вообще, в принципе, как мы смотрим на вот эту должность президента, тире цели, который по факту имеет, ну, просто в наших условиях неограниченные полномочия. Он определяет внешнюю и внутреннюю политику. Здесь вопрос в другом. Мы, может быть, нам имеет смысл заострить внимание на том, что тоже озвучивается, и тоже оппозиция, и, в общем-то, по большому счету, сейчас и власть не отпирается пока в эту ситуацию, ну, и до этого не отпиралась особо провести реформу политической системы, и вообще сделать так, чтобы вот эта роль одного человека на должности президента, всенародная измеряна, чтобы она не была вот такой, чтобы она все подавляла, чтобы она все под себя подняла. Это, наверное, следующий этап после выхода из ситуации. Ну, ты знаешь, Надя, я бы сказал так, что разные есть варианты выхода. Например, в том числе есть вариант выхода, скажем, который они обсуждали, да, это когда распускается правительство, создается правительство тоже, и за два с половиной года тоже что-то делается. То есть, в принципе, понимаете, здесь вопрос для меня, в чем загвоздка об этом? Это вот как раз вот эта тема Гайского района. То есть, если она сейчас не разрешена, как мы проведем в этой ситуации выборы? То есть, мы, ну, я слышал вариант, скажем, что нужно тогда отсечь. Ну, вот я задаю вопрос, это нормальная будет ситуация, когда целый район в Абхазии просто вообще не будет голосовать? То есть, вот как бы, здесь, да, здесь возникает в принципе мы понимаем, что нужно вырулить эту тему, да, этого кризиса в какое-то правовое русло, да, чтобы это все разрешилось, в общем-то, у нас в 2004 году, какие бы сложности ни возникали, в итоге была найдена формула, которая разрешила эту ситуацию и разрешила вот в неком правовом поле, да, были там вторые выборы и так далее, все равно все эти мучения могут, но цель была такая, да, сейчас тоже многие говорят, по ситуации, возможно, да, для меня кажется, вот сейчас давайте мы сделаем, вообще на все как бы закроем глаза, но проблема в том, что вот, что мы получим там через год, два, три, какую ситуацию получим, какой прецедент мы дадим, да, если мы реально, вот закроем глаза на правовую часть. Ну, мне кажется, сейчас очень важно тот момент, что дальше, что дальше, то есть, в принципе, то, что президент Александр Анпаб, там, уходящая фигура, это факт, это факт, весь вопрос во времени, там, сколько ему дают, там, сейчас, через три месяца, там, или дадут досидеть до конца, но в реальности, он уже, как мавр, который сделал свое дело, мавр может уходить. Мавр, который не сделал свое дело. Ну, да, ну, сделал, не сделал, да, свое дело, и что-то, да. Другой вопрос, чего, собственно говоря, мы, как всего этого будем делать, что дальше будем делать, то есть, мы, конечно, можем его сейчас, как бы, можно там сказать, вот, сейчас будет отставка, но дальше уже мы будем опять выбирать вот президента нового с такими же полномочиями. Сейчас очень важно, чтобы парламент работал ежедневно, вне зависимости, там, от конъюнктуры, что там, там, Александр Абхаб написал заявление сейчас, или там договорился, что ему на три месяца отсрочили, на полгода. Парламент должен работать каждый день, и не обращая на внимание, что там происходит, там, То есть, короче, он должен осуществить конституционную реформу. Он должен, да, у него времени в обрез. Конституционная реформа, она требует, там, определенного, там, временного промежутка. И нам важно, чтобы уже, по крайней мере, следующий президент работал, работал, да, в новых условиях. И вот эта позиция, когда вчера, там, я пришел к парламенту, чрезвычайную сессию объявили, и другие, как будто бы этого, вот они в парламенте, как бы, какой-то определенной команды находятся. Они парламент, они депутаты парламента Республики Абхазия, Народного собрания Республики Абхазия. Они не депутаты, там, я не знаю, там, какой-то правящей партии. Они депутаты парламента, они не приходят. И очень много важных вопросов. Сегодня вопрос легитимизации стоит. Мы президента не знаем, где он. Может быть, где-то он там, где-то в Гудаутах находится, Горат, где-то в военной части российской находится. Но какие-то другие институты должны быть, правительства нет. Там, где-то Совет безопасности тоже где-то заседает. То есть, какой-то легитимный орган все-таки должен работать. И вот этим легитимным органом на сегодняшний день может быть исключительно парламент. Но этот парламент тоже с трудом собирается, потому что люди, которые туда избраны, они почему-то считают, что они обязаны не своему народу, они обязаны какой-то конкретной личности, которая их туда продвинула. И я поэтому считаю, что сейчас каждый в этой стране должен как бы ответственно подходить. Не только думая там о том, как сохранить свое там чего-то там. Он должен думать и о сегодняшнем дне этого государства, и о завтрашнем, и о том, что будет через 10 лет. Поэтому нам важно собственно говоря, забыв все эти личные какие-то мотивы, обиды и так далее, все-таки как бы думать об этом государстве. Ну, я надеюсь, что значит и тоже нашу встречу, что мы не были слишком радикальны, не были слишком консервативны и мыслим в унисон с большинством нашего общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok